в прошлый раз когда мы записывались ты был еще таким это не слишком высоко обеспеченным преподавателем программирование да а когда это было нет я уже был в петербурге и уже работал джек брэйнс так что не совсем так по моему ты тогда рассказывал что ты при джек брэйнс там организовала какую-то кафедру и на этой кафедре ты преподавал но в принципе то не помню точно было тогда прям джек брэйнс ну я не организовал но 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 похоже да я там сотрудничал я просто помню что нас одной из тем тогда было что мы тебя смущали и пытались заманить вот эти атишные деньги на виталину ты же такой великий программист и же так все хорошо умеешь фон х с листы там десятками тысяч долларов загребают а ты преподаешь на что это такое тогда вот так а теперь я подписан тебя соц сетях у тебя там фоточка оттуда фоточка отсюда я вас фоткался на фоне этого пляжа в этой стране в той стране зачем ты таким сейчас занимаешься что такую ведешь роскошную красивую жизнь ну ладно фоточки у меня и раньше были потому что я и раньше ездил много и сейчас продолжаю ездить много ну да я уже действительно не преподаю целый год вообще не преподавал прекрасно себя чувствую по этому поводу вот работа работа правда у меня теперь гораздо менее понятная по крайней мере со стороны работая девелопер-адвокатом чтобы это не значило в одну мы наверно можем про это поговорить как я это понимаю чем я занимаюсь но принципе да то есть преподавать уже точно не преподаю мы можем только отшучиваться на то как мы представляем что такое девелопер-адвокат если какой-нибудь писатель в твиттере говорит что все эти шинки охренели приходит виталий говорит уважаемый а вы книжки на чем пишите и где публикуете и писатель такой сразу все понял криотичника вопросов нет мой подзащитный все пишет правильно ты понял тебя пришел на выпуск с адвокатом я девелопер мне здесь есть адвокат это барах очень любит всем объяснять что просто русский язык конечно слово адвокат имеет немножко другое значение чем в русском языке по крайней мере английская адвокат но другое значение это не юрист это не защитник не тот кто защищает а тот кто адвокатирует смысле рассказывает объясняет у технологиях что-то то есть выступает за то что вот давайте применять вот такие технологии то есть я адвокат который работает с девелоперами но адвокатирую не девелоперов а скорее технологии которыми этим девелопером стоило бы пользоваться вот как-то так это работает вот а так то что как защитник как юрист это звучит но это конечно не совсем так так что нет никого не защищаю но в данном случае мне за айтишников действительно стало немножко обидно поэтому когда я увидел что это писатель написал как ты говоришь что значит решил выступить в защиту айтишников ну на самом деле раздражает немножко вот это такое объединение всех айтишников под одной крышей и рассуждение что они там тупы никому не нужны все время какую-то ерунду несут в твиттере и так далее разные есть айтишники как и все остальные категории твиттерских бывают разные но будем честны но в большинстве своем ведь несут нет если мы будем честны то мы увидим что абсолютно разные есть айтишники и в твиттере и даже те которые иногда несут иногда не несут абсолютно по-разному бывает поэтому любые обобщения здесь бессмысленные но это как обобщать что-то на всех россиян также обобщать все что-то там на всех людей на всех мужчин всех женщин всех айтишников всех писателей тех подкастеров все это я думаю не имеет смысла поэтому это может быть прикольно порассуждать на эту тему но смысла в этом никакого нет фил ты сегодня правда с адвокатом никакие никакие нападки не проходят давай может вспоминаем как ты переезжал как ты эмигрировал потому что я помню у тебя тогда в твиттере было я за этим следу при мне было интересно у тебя были какие-то одни справа сплошные приключения невзгоды еще осталось памяти что-нибудь никаких невзгод у меня не было но этому лет я журналист ки штампы ну дайте мне побыть я катался как сыр в масле и вообще значит меня просто взяли и перевезли поэтому здесь мне не на что не жаловаться ничего и потом значит невзгоды в твиттере это такой особый жанр специальный он не может не иметь ничего общего с реальной жизнью мне так кажется я уехал из россии 18 марта после этого я месяц примерно провел турции и через такую недельную пересадку в армении попал на кипр меня привезла компания jetbrains и с тех пор я работаю и я например совершенно ничего не могу рассказать про релокацию на кипр потому что мне сказали вот приди сюда сделай то то там вот здесь подпиши потом тебе там пришлю то другое и все и больше я ничего про это не знаю поэтому мне тут совершенно нечего вот как-то вот там про невзгоды говорить у меня все было максимально лайтово но я там долго и активно в твиттере ждал когда мне банковскую карту банк пришлет это заняло там недели три наверное вот но это конечно очень долго но на самом деле сказать что это были какие-то серьезные проблемы я к счастью не могу вот откуда у меня это впечатление ты ругался очень много на то что у тебя нет карты ты можешь получить зарплату все но это не то что прям гигантская проблема была потому что у меня были наличные все в общем никаких проблем не было хорошо но эмоционально как тебе это давалось ну все прям шло ты и эмоционально себя так чувствовал как сыр масло все по кайфу турции армения кипр для для большого выпуска прикольно было прикольно я я не могу сказать что я эмоционально как-то страдал ну то есть вот я все время максимально четко понимал что у меня все обстоит гораздо лучше чем у многих других чем наверное у абсолютного большинства там у я уж не говорю про украинцев на которых сыпется бомбы и ощущал себя вполне нормально ну да какие-то технические временные сложности были ну там я пока я был в турции я там еще из гостиницы полусидя в кровати читал лекции потому что больше негде было значит устроиться значит я там сидел там передо мной ноутбук я читал лекцию по операционным системам как сейчас помню да немножко не комфортно было но тем не менее как-то дочитал курс до конца вот вот такое было а также сказать что я вот как-то эмоционально переживал по поводу себя нет нет а потом уже когда через месяц оказался в армении там вообще прекрасно там замечательные люди все вокруг чудесное ереване погулял но я и работать продолжал и в общем все это время то есть не делал паузу как вот знаете многие говорили что какой-то большой период когда вообще ничего не могли работать там нет я абсолютно нормально работал то есть страданий у меня не было эмоциональных потрясений каких-то не было ну кроме вот этого общего ощущения кошмара происходящего но он кошмар снаружи а внутри к счастью я все это очень легко перенес она работа вот как повлияла потому что нам с темой сломала работу наша работа связана с взаимодействием с людьми с каким-то там вещанием на них и так далее и поэтому работа не являлась такой штукой в которую можно уйти от происходящего насколько я понимаю у тебя тоже так же потому что ты тоже взаимодействуешь с людьми и с огромным количеством людей которых это коснулось ну скорее нет чем да так получилось что я фактически поменял работу в этот период в конце апреля это я уже находился в армении я договорился переходе в другую команду если до этого я занимался как раз преподавательскими вещами то вот в конце апреля я заканчивая курс лекции я уже фактически начал заниматься адвокатскими делами это поручили серию блокпостов писать тот момент то есть меня сменилось начальство и и новая адвокатская команда она же вся в основном такая за пределами россии то есть там американцы англичане европейцы много разных из разных стран и там в общем в меньшей степени все касалось происходящего в россии по естественным причинам и поэтому сказать что на работе кроме самого самого факта смены который скорее всего не произошел бы если бы не началась война я бы скорее всего так и продолжал бы воевать с учетом того что я мне уже хотелось давно перестать преподавать в этом смысле мне даже повезло что вот это был такой хороший предлог вот я уехал из россии я больше не преподаю и я пошел нашему главному по адвокатам и сказал ну вот возьми меня к себе я очень умный ничего толком не знаю но очень умный вот я про языки программирования что-то слышал в общем давай хочу быть адвокатом ну вот мы поговорили и меня все-таки хади хади харили начальник мой вот он меня взял тогда не возникает от этого студенты мои студенты как же они там без меня кто же теперь их научит я через это прошел когда уезжал из ростова и увольнялся из ростовского университета но в общем я быстро понял что это все ерунда и без меня научат и как бы все все будет нормально и я понял в тот момент что немножко самоуверенно считать что вот ты там лучше всех можешь научить и что вот без тебя там все развалится нет ничего не развалится все будет прекрасно работать по-другому возможно но работать будет поэтому нет у меня не было такого ощущения что я вот там их кидаю вот научатся и без меня господи я тоже много думаю о преподавателях которые продают продолжают преподавать в россии все очень усложняется правильно понимаешь что ты в своем сообществе находишься и как постоянно новости что кого-то уволили что кто-то не так сказал что там наше образование соответственно связи страны с миром рушатся и в этом смысле тоже и какая как это вообще продолжать делать и жена на поэтому перестал преподавать там ну я не могу сказать что я перестал поэтам я перестал преподавать потому что мне уже давно несколько лет хотелось перестать преподавать я все-таки работал преподавателем 20 лет это большой срок и я устал сложно сформулировать даже чего я устал преподавать ну вот мне кажется что такая тяжелая изматывающая работа на не всегда награждает тебя хорошими результатами и и в общем мне уже хотелось заниматься чем-то другим хотелось какой-то большей свободы тут еще нужно понимать там преподавание это каждую неделю ты там должен там приготовить лекцию там прочитать и провести еще какие-то занятия и это выматывает такой график а мне вот хотелось ездить отпуска брать в произвольные периоды времени это все не очень сочетается с преподавательской работой то есть много таких вот чисто факторов по удобству жизни было не очень подходящее поэтому я считаю что я вот просто освободился и все никаких проблем выглядит так да а то что у других преподавателей проблемы есть из преподавания в россии это ну понятно да да безусловно но я вот как-то нагло решил что если я могу из этого вырваться то и у тебя при этом как думаешь им стоит продолжать это делать я никому никаких советов такого сорта давать не могу я считаю что это глупость вообще на такие темы даже ну как-то у каждого человека естественно своя ситуация и вот я помню особенно на первых порах там том же твиттере постоянные были разговоры на тему вот все уезжайте все все бросаете и они настолько бессмысленные они обидны они оскорбительные для людей то есть я считаю что люди в абсолютно разных условиях ситуациях находятся и давить на них через вот такое вот вот час там все будет плохо давайте немедленно уезжайте ну категорически неправильно и в том числе и я максимально уважаю преподавателей которые продолжают работать и понятно было что таких будет очень много уважаю максимально тех кто не стал работать и уехал куда-то но опять же у кого-то были такие возможности у кого-то нет и это даже не возможности на финансовые например нет это родственники это вот отношения вокруг это настолько много факторов то есть я я счастливый человек я там много раз видел свою маму она регулярно приезжает но здесь на кипре это это очень легко она там получила очень быстро легко годовую визу может приезжать сколько угодно раз мы с ней видимся много раз я знаю людей у которых это гораздо сложнее все и и я понимаю людей которые понимая заранее такие сложности не смогли уехать и вместо того чтобы их как-то обижать и ну просто всех нужно максимально поддерживать я считаю то а сейчас партнерская рубрика сломода тех где мы вместе с сообществом разбираемся в тонкостях разных айтишных профессий сегодня в гостях салих салихов android разработчик и тим лид кросс функциональной команды поэтому сегодня будет отвечать на вопросы и против лиц тва и про android за поддержку этого выпуска мы благодарны ломода тех там более 500 человек разрабатывают digital продукт для и коммерс и делают моду ближе для миллионов пользователей ломода разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для ios android автоматизируют операционные процессы и используют дата-дривен подход для принятия ключевых бизнес-решений узнать подробнее о проектах ломода тех и о вакансиях компании можно по ссылке в описании я работаю в андроид команде андроид разработчик работал буквально пару недель как я сейчас тим лид кросс функциональной команды адвертайзинга поздравляем спасибо спасибо вот но до этого работал андроид разработчиком у нас для тебя есть вопросики но не простые золотые вопросики от сообщества мы попросили наше сообщество собрать вопросы android разработчику который еще и тим лид android разработчик первый вопрос самый android разработчики этим лицкий 13 сиоми или 23 samsung ну вообще как android разработчик нужно ответить пиксель потому что наверное многие android разработчики свое время намучились и до сих пор мучаются с тем что часто бывают какие-то баги и выстреливают именно на оболочках вот этих вот то есть проблема всех сяоми и самсунга в том что них есть своя своя оболочка диване то есть они выглядят по-другому чем обычно android вот из-за этого иногда бывают какие-то баги и многие с этим мучаются вот поэтому все не все можно всех не будет горит но большинство андроид разработчиков 9 из 10 android разработчиков рекомендует чисто android поэтому я бы рекомендовал пиксель ком там на тинг фон мне нравится сейчас тоже появился европейский но если отвечать конкретно на вопрос выбирать между 13 сиоми и 23 самсунгом я бы наверно выбрал самсунг просто вот исторически сложилось я пользовался раньше самсунгом некомфортно на нем вот и я у меня есть доверие к и корейцам определенные я понял то есть здесь было не просто что какое-то личное пристрастие мне понравился пиксель вы ходите и навязывать этот пиксель потому что вы хотите чтобы вам было проще работать я понял это же не на будет проще работать тип это люди будет проще пользоваться все точно не получится сразу починить легче чтобы их не возникало какое знание облегчило тебе жизнь как разработчик android может быть есть какой какие-то фичи студии которые ты находишь незаменимыми ну вообще часто помогает знание того ну хотя бы базовое знание того как устроена сам android потому что это очень полезная вещь в плане что должен понимать когда у тебя будут там умирать экраны чтобы работать с памяти чтобы у тебя нормально работал приложение потому что иначе у тебя короче может быть какой-нибудь баг который у тебя будет там не всплывать вообще ну то есть типа ты его не будешь замечать но он будет вот и это это может быть проблема поэтому в первую очередь наверно как-то поверхностно хотя бы понять что у себя представляет android как он работает с приложениями вот а если говорить про какие-то именно разработчики штуки ну вообще в android студии много полезного всякого есть ну к примеру вот последней версии google выкатили свой своего помощника типа аля копейл от то есть типа нейронная сеть обученная на куче кода который помогает тебе писать код вот единственная проблема это только на новой студии это только в сша поэтому нужно чуть извратиться чтобы этим пользоваться но большой плюс то что он бесплатный что и в принципе многое делают эти вот гугловские какие-то фишки в том числе типа android студия она бесплатно вот из каких-то прям бытовых штук ну гид хуки хорошая вещь помогает сократить время на всякие рутинные штуки плагины есть типа генерации кода вот базового вот есть всякий фичить в android студии чтобы смотреть как выглядит кстати вот про то что мы говорили как выглядит интерфейс на разных устройствах на разных размерах вот и собственно эмулятор чтобы на разных этих силами самсунгах тоже тестировать вот чтобы не покупать себе просто вот эту вот гору всяких устройств вот это очень упрощает мне вот сюда было интересно спросить прямо вот этот конкретный вопрос вот ты делаешь что-то для android для телефона у тебя есть куча устройств вот это куча устройств вообще каком порядке идет речь сколько там надо 100 посмотреть предусмотреть 200 300 моделей прямо все вручную проверить соль и хорошо на каждой но если говорить честно одно устройство одного устройства достаточно вот не на самом деле ну ты с ума сойдешь свой функционал совместно когда тяжелый функционал проверять по на этом зоопарке целом устройств там же ведь там же тестировщики люди специально для этого сделаны те баг когда приходит вот на конкретно это такой ну ладно давайте его сюда а так ну да да у тебя есть тестировщики но даже они не проверяют на всем зоопарке устройств ну потому что это очень много времени и он этого не стоит не стоит на самом деле вот у тебя бывает иногда всплывать какие-то баги ты видишь типа в системе что у тебя где-то стреляет баг смотришь там модель телефона это какой-нибудь там оппом оппо x5 389 супер про какой-нибудь такой телефон и ты понимаешь что ты никогда жизни о таком не слышал вообще типа это даже 0 0 0 1 процент твоих устройств вот и нету я же вот этот щелчок голове такой вот эта фраза чувак ну ты выпендрился вот твои проблемы ну да возьми возьми хотя бы сяоми типа они тоже недорогие типа и ну мы хотя бы на не более-менее ориентируемся как-то а тут туда уберешь что это устройство ну и вот как бы и живи с этим потому что мы не можем искать под каждого юзера каждое устройство вот чтобы тестировать поэтому мы берем какие-то основные популярные устройства вот это не всегда мы тестируем потому что на самом деле вот эти баги которые конкретно к устройству принадлежат они это не часто история вот и легче когда она выстрелит ее быстро починить чем заранее типа пытаться каждую чуть-чуть тестировать намного больше времени убежать на это поэтому как правило ну разрабатываем и все на чистом андроиде на пиксели вот поэтому лучше всего я говорю использовать пиксель потому что это то на чем разрабатывается вот тестируется как правило ну там уже от тестировщика зависит ну часто там на каких-нибудь самсунгах силами тестируются это вот на что обращаешь внимание при собеседовании джуна вопрос хорош потому что как раз недавно у нас был собес на первого джуна компанию вот мы нанимали первого джуна первого джуна он будет главный среди всех джунов в общем для себя я отвечал на этот вопрос так что он должен написать код желательно чтобы этот код работал вот ну точнее даже скорее обязательное требование такое вот все я уже не прохожу уже всех сеньоров отрезал то есть ты привозишь в проект даешь им проект задачу какую-то может не обязательно сложную ну точнее обязательно несложную для начала вот и он должен ее решить вот у тебя нету к нему ожиданий по типу что он там сделает это все в рамках архитектуры или тем более у тебя нет ожидания что он эту архитектуру улучшить вот у тебя нет ожидания что он это сделает без вопросов потому что это нормально что он должен приходить задавать вопросы вот но вот он должен типа с этими вопросами с помощью как-то сделать эту задачу чтобы она была более-менее прилично вот это типа джуна Ну, а теперь посерьезней. Как ты оцениваешь развитие своих сотрудников, ну, наверное, джунов, да, и что должен уметь сеньор-андроид-разработчик, в отличие от джуна? Ну, вообще у нас есть внутри там страница в Confluence, где есть матрица компетенции условно, то бишь там написано на каждый грейд, что должен уметь разработчик, какие у него навыки должны включать, там, хардскил или софтскил какие-то, вот. Вот, но если говорить такое какое-то внутреннее ощущение, то тут вот есть, типа, такие три какие-то принципиальные точки, они в основном, во многом они крутятся вокруг какой-то архитектуры, вот, но если так сказать, вот, условно, джун, ты принес ему задачу, вот, он ее, как я сказал уже, сделает, поздает вопросы, может быть, там, что-то будет не в рамках архитектуры, и у него на пол-реквесте, там, у него будет куча комментариев от других разработчиков. Вот, middle-разработчик, он придет, он быстрее, чем джун, встроится в проект, но тоже поначалу ему будет задавать там вопросы какие-то, вот, и он будет писать скорее в рамках проекта, то есть он, ну, иногда может что-то предлагать новое, но в основном в рамках той кодовой базы, которая у вас уже есть, и в рамках той архитектуры, которая у вас уже есть, вот, но будет он, типа, делать это быстрее, все, естественно, намного меньше каких-то архитектурных к ним будет комментариев и так далее. Senior это уже, типа, как будто бы намного больше ответственности, потому что, если, типа, ты приходишь к Team Lead, не к Team Lead, а к Медлу и говоришь, типа, нужно сделать задачу, он там приходит к своему, там, ментору, например, и говорит, как лучше сделать эту задачу, то вот Senior это должен быть тот чувак, который отвечает, типа, как лучше сделать эту задачу, вот, он должен говорить, типа, когда ты приходишь с задачей, там, продукт или дизайнер, он говорит, так мы не можем сделать, или так мы сделаем, но это будет занимать, типа, там, на две недели больше, можно сделать чуть по-другому, и оно будет получше и быстрее, вот, он должен менторить, анбордить. Вот, значит, и у Senior уже, собеси, мы как раз будем искать, вот, ну и, короче, Senior, он должен, опять же, он должен анбордить, он должен предлагать улучшения в архитектуре, он должен следить за кодовой базой, он должен, если он пришел новый извне, он должен намного быстрее как-то встроиться в команду и в проект, и быстрее уже предлагать какие-то новые идеи, вот. Вот, и он не особо, ну, из кого что-то, не имеет права задавать вопрос, как сделать что-то, но, в общем-то, право и он имеет, но, как бы, как правило, он должен отвечать на этот вопрос, вот. Задал вопрос, ушел в медлы. Как оценивать вклад TeamLeadов в метриках, и как оценить напрямую влияние действий лида на команду? О, вот этот вопрос, он вообще, он вообще сложный и не очень понятно, ну, в плане, в метриках сложно привязать какую-то конкретную метрику к TeamLead, потому что все-таки не все на нем завязывается, вот. Но у нас, условно, есть метрики типа ОКР, вот, есть ОКР, которые мы ставим, там, условно, на квартал, на полгода, там, на год, вот, и эти ОКР делает команда, вот. TeamLead должен следить за тем, чтобы они были выполнены. И если вдруг по каким-то причинам у нас не получается что-то выполнить, то есть, например, там, ну, не знаю, вот у нас был случай недавно в команде, была какая-то задача, которая шла в ОКР, но потом выяснилось, что, кажется, она не очень-то нужна, то есть, на каких-то исследованиях, UX-исследованиях, когда людей опрашивали, вот, и ее просто потом там исключили из ОКР. Ну, то есть, типа, я к тому, что TeamLead должен следить за этим и должен держать руку на пульсе, вот, и должен поддерживать климат в команде. И из всех этих составляющих можно как метрику выбить то, что, вот, у вас ОКР выполняются, значит, TeamLead, в общем-то, работает хорошо. Но это не обязательно, потому что не всегда эти ОКР от него зависят, вот, но как примерно какая-то приблизительная метрика. Ну, может, еще у нас есть всякие внутренние опросы, типа, там, happy job, то, насколько ты доволен своей командой, руководителем, наверное, более точная метрика будет, вот, там, собственно, сотрудники анонимно проходят какие-то вот эти опросы и рассказывают, что, оказывается, TeamLead, там, говнюк какой-нибудь, или, наоборот, прекрасный, вообще души не чаем, вот, и там прям вот графики, таблицы тебе дадут, скажут, насколько ты хороший TeamLead. Вот это прям, типа, метрика. Что не обязан уметь TeamLead? Да много чего вообще не обязан, к самолету строить не обязан. Да ничего, да. Да, ну, говорят, если про наш контекст, у нас команда, опять же, кросс-функциональная, и, типа, это не TeamLead над Android-разработчиками, да, тут Android-разработчик вышел из Android-разработчиков, стал TeamLeadом Android-разработчиков. А то ты пришел, а у нас, типа, ты пришел в компанию, в команду, точнее, у тебя там, типа, Android-разработчик iOS, бэкэндеры, фронтэндеры, типа, дизайнер, продукт-менеджер, проект-менеджер, тестировщики. Вот, и, соответственно, ну, ты не можешь быть экспертом во всех областях, да, ты не можешь, типа, придя из Android-разработки, говорить про то, какую архитектуру лучше строить на бэкэнде. И это вот, это не твоя обязанность. Не твоя обязанность принимать какие-то продуктовые решения, потому что ты, ну, не продукт-менеджер, ты не всегда знаешь, как лучше сделать для бизнеса. Вот, именно с этой точки зрения. Ну, и, как бы, понятное дело, не твоя задача какой-нибудь дизайн рисовать. И вот, ну, в нашем случае, не твоя задача, код писать. Вот, ты уже даже не должен код писать. И в этот момент нас смотрит какой-нибудь тимлит из стартапа, который делает абсолютно все это. Да, да, да. Который еще потом вечером полы убирает, да? Ну, спасибо большое за ответы. Я думаю, сообщество будет довольно. Ну, я надеюсь, я надеюсь. Еще интересный момент. Вот, адвокатская работа. Это же, в первую очередь, общение, создание контента, писательство и так далее, делается на неродном языке. И причем, насколько я понимаю, в JetBrains это частая история, что изначально русскоязычные люди, то есть нейтивы с русским языком, работают, по сути, ну, в том числе писателями, авторами, текстов и так далее на иностранном языке. И, ну, во-первых, это очень здорово, а во-вторых, мне просто интересно, насколько это работает, насколько это не мешает или сколько это реалистично. Не только в JetBrains, а вообще везде. У нас есть специальная служба копии-эдиторов, людей, которые в основном это носители языка, англичане, американцы, которые все тексты вычитывают. И там замечательно есть такой протокол работы с ними, когда ты можешь попросить их с разной степенью внимания посмотреть на твои тексты. То есть они могут максимально подробно проработать, все там поисправлять, могут там только ошибки исправить, а могут там прям силистические какие-то исправления делать, предлагать другие слова и все такое. И вот ты в зависимости от того, что ты закажешь, ты получаешь вот такое обслуживание, в кавычках. И, соответственно, потом уже в текстах можно быть уверенным в своих. То есть это обязательно любые тексты, которые публикуются, проходят такой этап. Причем двое, два человека, два копии-эдитора смотрят один за другим, там многоэтапная процедура. И в результате это все проблемы снимает. То есть да, конечно, я как не native могу написать полную ахинею в тексте. Она может быть технически правильная. Я за это несу ответственность. Но с точки зрения языка там могут быть ошибки. Но я спокоен, потому что их поправят. И когда мы будем это публиковать, все будет нормально. Тут немножко сложнее в выступлениях, когда ты на видео, что-то там, вебинар или доклад. Ну, здесь уже кто как может. Но я, слушайте, я давно понял, что вообще не страшно косячить, делать ошибки и все такое. Я все-таки решаю задачу довести до чужого сведения какой-то смысл. И мне почему-то кажется, что этот смысл я доношу. А то, что я при этом какие-то там времена неправильно применил, да и неважно. У меня сейчас тоже столкнулся с тем, что мне на другом проекте приходится много на английском делать контента. Брать интервью и рассказывать тоже что-то, и писать на английском. Fucking shit. Я страдаю от этого. Мне прям очень тяжело. Мне мозги скрипят. Мне не перестроятся. Я никогда не думал, что в английском для меня будет столько звуков, которые у меня не получается произносить. Там все, особенно вместе начинаешь, когда говорите, ты слышишь себя со стороны. А когда ты себя слышишь со стороны, ты себя намного хуже оцениваешь, чем люди, которые тебя слышат. То есть я понимаю, что кто слышит, им может быть, да и норм. А я еще особенно такой фанат формы, что мне хочется, чтобы это было идеально и красиво, и как в тех видео эссе, которые я смотрел на ютюбе. А потом я смотрю свое, да, парень. Ну, это предвзятость, дружище. Ты прямо хорошо звучишь. Ну, я говорю, что вот свое. Ладно, ошибки. Ладно, акцент. Язык, блин. Просто донести мысль. Один момент. Использовать всю мощь языка, кучу идиом, кучу вещей, которые ты прочитал, для того, чтобы донести ее хорошенько. Для того, чтобы... Ну, как... Когда ты пишешь тексты и говоришь, у тебя, особенно на своем языке, есть безумное количество инструментов сделать это хорошо. Когда ты делаешь это на другом языке, у тебя, ну, блин, в разы меньше, прям на порядок меньше. Это обидно. Я все время хочу написать какую-нибудь статью на английском. Ну, и она будет неплохая, она зайдет и все такое. Но она не будет так хороша, по-моему, как была бы моя же на русском, потому что... Ну, это вот тоже твое восприятие. Будет. Нормально сейчас не будет. Так меньше выбор просто. Меньше выбор. Когда я хочу какое-то предложение написать на русском, я выбираюсь 500 вариантов. А когда на английском, из трех, да, все три нормальные. Но выбор-то меньше, потому что самый словарный запас меньше, и оборотов меньше, и вещей, которым отсылочки я могу сделать меньше. Ну, вы понимаете, да, разный арсенал у тебя абсолютно на своем языке и на чужом. Даже если ты чужой знаешь, хорошо. Это правда, и от этого желательно не страдать. Но я боюсь, что с этим ничего особо не сделаешь. Ну, то есть вот если как-то не упороться по изучению языка вот такому продвинутому совсем, но я не верю, что это будет как-то эффективно. Слушайте, я вот читаю чатик команды своей, и каждый день нахожу какие-нибудь там новые выражения, которые они используют в английском языке. Иной раз лезу в словарик, чтобы понять, что они имели в виду. Расшифровываю их шутки и так далее. Ну, это как бы, ну да, вот так. Да? Ну, что делать? Я еще при этом себя нормально чувствую, потому что у нас в технологиях меньше какой-то красоты такой требуется языковой. Да, это ж не то, что там тет-толки делать, где важно вот донести вот эту мысль. Да, я никогда не смогу сделать какой-нибудь мотивационный спич на английском. Ну, слава богу, не надо. Немножко не соглашусь с технологиями. Я когда учился программировать, я учился по книжкам, и, ну да, в основном это сухой материал. В основном. Ну, в основном это просто там удобно расположенная информация. Но автор все равно пошучивает, какие-то примеры из жизни приводит. И это книга, и это все равно немножко не учебник. И из-за этого ее гораздо приятнее читать. Естественно, она работает на меня гораздо лучше. Имею в виду конкретно Стивен Пратта, программированный на языке C++. Вот, то есть ее приятно было просто читать. И, ну, понятно, она переводная. И, то есть нет такого, что в техно-текстах совсем не нужно слово. Оно нужно, и это обидно. Ну, а что делать, да? Что сделаешь? Наши редакторы регулярно выпиливают мои шутки из текста. Я уже смирился с этим. Да, кстати, а когда ты писал книгу? Я же просто не читал, уж прости, по понятным причинам. Ты вот это вставлял? Истории из жизни шуточки? Да, там есть такое, что-то из этого осталось. Не очень много, но есть, да. Но, понимаете, я все-таки, нужно сказать, я же с английским языком очень давно имею дело и достаточно глубоко погружен. И поэтому, и в том числе, и общения на английском языке у меня много. То есть это не то, что я вот раньше работал в России, и все было на русском, но потом раз и нужно было на английском. Я уже лекции читал, еще находясь в Ростове в 16-17 году, я уже читал на английском языке лекции. Так что это как бы достаточно давно так. То есть это не то, что я там новичок. Поэтому мне в этом смысле проще. Но у меня все равно остается вот это чувство про то, что, как сказать, что язык беднее, это я понимаю. Но с другой стороны, вот сейчас начинаешь пытаться какие-нибудь эти модели языковые использовать, для того, чтобы они твою мысль изложили красиво. А потом смотришь на это и становится противно. Вот эта вся красота, которая, но она не твоя. Ты не можешь так написать. Это тебе понятно сразу. И выкашивая все эти красивости, которые там эти модели предлагают. А там же некрасивости, там кошмар. Я прямо даже экспериментировал. Я брал текст нормальный написанный. Ну, хорошо даже прям, мне нравилось. Но он настолько в нем чувствовался стиль, что я, например, мне надо пересказать его как-то, да, попробовать. Я закидываю в чат GPT, расскажи другими словами. И он превращает просто в кусок какашки этот текст хороший. Оставляя суть, оставляя объем текста, те же абзацы, те же там длину предложений, но мы это не читаемо становится. Это кошмар какой-то. Там, не знаю, там появляются всякие идиомы, там появляются красивые слова, которые бы ты никогда не использовал. Но это уже не твой текст, он тебе не нужен. Я не знаю. По мне он стал прямо канцлеритным. Вот я, наверное, не знаю, уверен ли я настолько, что я настолько хорошо прямо знаю визуально английский, чтобы отличать английский канцлерит, но мне показалось, что он стал прямо... Он художественный текст превратил в корпоративное письмо. Нет, это было вообще не круто. Это было не то, что мне нужно. Мне пришлось все равно переписывать. Вот чат GPT все превращает в корпоративные письма. Как будто бы, да. Правда. На чем его тренировали, блин? На чем его только не тренировали. Да, все видели эту фигню, что там этот тудушка из Озона у чувака в код попал. Ну, это, кстати, не чат GPT, это Капайлот был. Господи, какой угар. Ну, и жутковато, потому что эта тварь смотрит весь наш код. Да пусть смотрит. Ну да, да. Много там не вынесет. Интересно, как это в будущем будет развиваться. Но проблема с языками кажется здесь скорее в сторону глобализации все пойдет, чем разобщение. Злая обида на мир за это. Ну, что мое самое мощное оружие из тех, что есть у меня, тексты не работают. Да, большую часть мира. Потому что мне не повезло родиться с моим языком. И я оказался слишком ленивым, чтобы хорошо учить другие. Ну, ты видишь, ты видишь проблему в себе. И это правильно. Я думаю, что если поставить себе задачу, то можно поднять язык. Вот именно в нужную тебе сторону его сдвинуть. Но это, конечно, тяжелое дело. Да, и это нужно постараться. Никакой технический инструмент тут явно не поможет. Но я не вижу особого смысла этим заниматься, если честно. Ну, хотя нет, цели у всех разные. Если нужно научиться убеждать людей на английском языке, наверное, как-то нужно этому учиться специально. Это с целями интересно. Иногда ты делаешь что-то, потому что оно получается у тебя. Но ты не знаешь, зачем ты это делаешь. Ну, просто вот оно получается, ты и делаешь. А когда я тебя спрашиваю, зачем ты это делаешь, ты такой... Я обычно делаю то, что мне интересно. И мне этого достаточно вполне для мотивации. Ну, и слава богу, работа позволяет вообще. Ну, окей, английский. Хорошо. Типа это прямой инструмент, и ты, в принципе, находишься в среде. А вот то, что ты сменил работу на адвокатство, оно не влияет на твои технические скиллы? Ну, вот на все твои знания, о том, чтобы ты мог рассказывать дальше лекции, рассказывать про технологии глубоко, продолжать изучать языки так же глубоко, чтобы писать про них книги. В этом смысле ничего не изменилось в моей жизни. То есть просто если раньше я изучал какие-то технологии и языковые элементы для того, чтобы рассказывать об этом студентам, была смешная история. Вот моя первая беседа с будущим начальником, где я ему говорю, ну вот я устал от преподавания, вот это все время учить, там хочется чего-то другого. Он говорит, а ты знаешь, вот в нашей же работе как раз вот и нужно учить. Это важная составляющая. Да я не это имел в виду. Я сразу начал оправдываться, что когда он еще не сказал мне, что он меня берет, я говорю, да вот я вот там от чего-то другого в процессе преподавания устал, а вот это я как раз готов делать. И на самом деле ровно так и происходит. То есть мне нужно что-то изучить, например, что-то, что происходит внутри компании, да, и про это рассказать так, чтобы меня поняли. Или там рассказать в блокпосте текстом или рассказать в рамках доклада. Но это доклад для разработчиков, это не лекция для студентов, но моя работа от этого не очень меняется. Вот я разбираюсь в чем-то сложном, как-то это через себя пропускаю, трансформирую, выдаю в некой более простой разжеванной форме. И понятно, что поскольку у меня нет большого опыта промышленной разработки, я точно совершенно не знаю про какие-то тонкости, детали, которые люди вот там, они там 10 лет с одной технологией работают и знают там все подводные камни. Вот я не знаю всех подводных камней того, о чем я рассказываю. Наверное, меня можно обвинить в том, что я что-то знаю поверхностно. Ну, безусловно, что-то я знаю поверхностно. Что-то я знаю вот ровно на том уровне, на который я написал, и ничуть не глубже. Но у меня задача немножко другая. У меня задача познакомить людей, которые вообще ничего про это не знают, с этим материалом. А тут, если на них сразу все тонкости и глубину выбрасывать, то это не поможет легко в этом разобраться. То есть вот и то же самое, что я делал со студентами, я делаю сейчас. И мне кажется, что вот это комфортная часть моей работы. То есть разбираться с новыми технологиями и чем-то сложным мне всегда было интересно. Вот сколько я себя помню. И я продолжаю этим заниматься. Так что все так же. Ну, и самое для меня интересующее. Как при всем при этом ты еще продолжаешь оставаться человеком культуры. То, что ты видишь, говоришь, вот я там здесь на оперу сходил, там туда-то сходил, вот эту книжечку свежую прочитал. Вот именно в такой художественной культуре ты продолжаешь оставаться. Вот в мировой такой гуманитарной культуре. Ну, а что еще делать? Ну, вот я там работаю, пишу в Твиттер. Да я бы тебе мог рассказать, что делать. Все это делают. Все делают кучу вещей и устают, не сделав и 10% от того, что делаешь ты. Я вот, например, забросил большую часть вещей, которыми питался раньше. То есть я перестал смотреть фильмы, почти перестал читать, перестал почти играть в видеоигры. С переездом и с выпадением из контекста и выпадением в новый контекст, я как будто бы просто сильнее застрял в интернете. И он стал... Ну, и в решении каких-то новых бытовых проблем и прочего-прочего. А ты такой, путешествие, опера. Туда сходил, сюда сходил. Я перестал смотреть фильмы. Я не помню, когда я последний раз смотрел кино, но это вот там год точно ничего не смотрел уже, может быть, даже больше ничего не смотрел. То есть вот фильмы выпали из меня. Про оперы же тут такая вещь. Ты там раз в два месяца куда-то смог попасть, и это не так много. Но это может производить на кого-то впечатление, ну что там, раз в два месяца куда-то что-то пойти. Ну, это экзотически выглядит в наше время, понимаешь, сходить на оперу. Это такой вот досуг из былых времен. Ну, как написал Смирнов, дорогая субкультура у вас такая, конечно. Ну, нас мало, поэтому это заметно вот в такой твиттерской общественности. Но я знаю несколько людей в твиттере, они там у меня есть в ленте, которые регулярно слушают оперу. Книжки я читаю, ну, книжки, между прочим, вот с книжками у меня какое-то поддержание дисциплины. То есть это работа над собой. То есть вот я должен читать, и это не всегда вот просто вот мне прям хочется все время читать. То есть у меня есть вот желание поддерживать регулярный темп. Иногда это требует какую-то силу воли. Ну, просто потому, что я чувствую, что мне это надо, даже если в моменте это не хочется делать. То есть это вот дисциплина тут есть. То есть с одной стороны мне интересно, с другой стороны мне нужно держать себя в руках, чтобы продолжать регулярно читать. Почему именно эта вещь, которую надо дисциплинированно поддерживать? Ну, потому что там пролежать весь вечер после работы в твиттере проще. Да. Ну, вот тупо проще. Ой, как проще. Или там в ютубчике зависнуть. Но понимаешь, что послевкусие такое. Вот как тут как с чипсами. Вот чипсы нравятся есть, а послевкусие после них обычно не очень. И вот ютуб, там твиттер зависнуть на весь вечер, послевкусие не очень. Совсем не очень. Но глутаматик-то вот сразу попал на язык и такой, все, вот хочется теперь это. Для этого и нужна какая-то дисциплина. Вот это все отложить и прочитать главу какой-нибудь очередной книжки. Дисциплина для чтения книжек никуда не идет. То есть от того, что я что-то прочитал, я не побежал там ни с кем обсуждать прочитанное, например, в том же твиттере. Я могу написать какой-то отзыв, но не более того. Но это вот просто внутренняя потребность такая есть. Вот я ее реализую, применяя силу воли, собирая силу в кулак и сажусь, читаю каждый вечер. Хорошо, понимаю. Я использую эту же дисциплину для кино и для игр. То есть работа стала 24-часовой абсолютно. Любое время, что я там листаю ленту твиттера или пишу туда тоже часть работы, и вот ты садишься смотреть какое-нибудь долгое кино, и телефон убираешь, и первые 15 минут тебе надо себя заставлять. Не идти за телефоном, и то же самое с игрой, и то же самое с книгой. Но 15 минут проходит, все, дисциплина больше не нужна. Ты переехал из мира клипов мышления дешевого дофамина в мир, где ты 3 часа долго что-то постепенно потребляешь. Это очень помогает. И тоже никуда не идет, конечно, потом. Считай, 3 часа выкинул, зато хоть чуть-чуть отдохнул. Да, я, кстати, я вот из каких-то таких соображений... Когда я жил в Петербурге, я купил себе PlayStation 4, уже здесь на Кипре я купил PlayStation 5, я даже какие-то игры купил. Но я не играю, потому что у меня это не получается. Вот я начинаю какую-то игру. Я вроде как люблю какие-то бродилки типа Skyrim, Oblivion, всего такого. Ну вот я там раз, там дошел до первой пещеры, там меня забили. Я думаю, да что я тут вообще делаю? Зачем оно мне надо? И все, выключаю и больше не возвращаюсь к этой игре. Вот с играми у меня так происходит. С фильмами почему-то не знаю почему. Наверное, надо тоже себя заставить и какой-то план по просмотрам сформировать. А тут еще вот эти вот сложности. Очень сложно смотреть фильмы, чтобы это все было лицензионно. Там хочешь что-то посмотреть, там и на трекерах есть, но если хочешь что-то купить, то это очень сложно. И я вообще не понимаю, как такую проблему решать. То есть мне воровать не хочется, а купить лицензионно то, что ты захочешь вдруг, невозможно. Это какая-то катастрофа. Я не знаю, как с этим жить. Я не решил эту проблему для себя. Я чувствую, что у меня пришел книжный период. Прошел игровой, прошел кинный, книжный пришел. И я начинаю перебирать книги, и я очень быстро от них отвалился. Примерно как Виталий Тацкарима отвалился. Я также сейчас отвалился, уже от пятой книги, наверное, отваливаюсь. Вот дохожу до главы третьей такой, давай другую попробую, ладно. Не получается в них застрять, почему-то ни в одной. Потому что, возможно, я вот именно дисциплинированно не могу дойти до того состояния потока, в котором ты начинаешь жить в книге, в мире ее. В самые тяжелые периоды времени, вот у меня прямо в туду-листе, прочитать 50 страниц на каждый день. И вот ты прочитываешь, значит, ставишь галочку, все, идешь к следующему дню. На этот день ты свободен. Это вот для периодов, когда очень сложно себя заставить. Ну вот я чувствую, что надо, я вот так делаю. Ну не всегда, но это вот именно когда нужно, я даже вот до такого докатываюсь. Забавно, да, как мы боремся с собственным мозгом, и в общем-то не очень даже и понимая зачем. Я уверен, что это надо делать, но я не знаю почему. Нет, сейчас, подожди. Я знаю почему. То есть если такими вещами не заниматься, то можно докатиться до какого-то абсолютного состояния овоща, когда ты сам ничего из себя не представляешь, и тебе самому не интересно, но ты уже вообще ничего не можешь делать. Мне уже там много лет надо думать о предстоящем Альцгеймере и все такое, поэтому нужно и мозг тренировать, и все такое. Так что нет. Я знаю, для чего я это делаю. Это вот какое-то поддержание головы в разумном состоянии. Слушай, тогда тебе не стоит отказываться от видеоигр. Ученые говорят, что это и правда очень хорошо помогает от старения мозга. Ну может быть. То есть там завести в туду-листе что-то вот там играть час. Может быть. Может быть. А еще говорят, помогает от этого никотин. Если бы сигареты не были такими вредными, они были бы полезными, потому что никотин помогает мозгу не стареть. Якобы. Где ты такое читал? Где-то была даже терапия против какой-то вот одной из таких болезней, связанных с старением мозга, что людям клеили постоянно никотиновые пластыри. И никотиновые пластыри улучшали состояние. Ну поскольку никотиновый пластырь несет вот этот вред, связанный там со всякими смолами, горением и прочим-прочим для легких, для тела. То есть сам никотин в чистом виде, он безвредный, он даже полезный вид для каких-то вещей, но он вызывает страшную зависимость. В этом его вред. Ты без него не можешь как бы. А в сигаретах просто куча побочного дерьма всякого, который тебя убивает. Меня вот, например, пугает очень сильно. Я чувствую в себе склонность вот привыкнуть, привыкать к этому, подседать прямо. Я иногда прям чувствую, что я не могу оторваться от какого-то потока ленты, в которые я залип. Я прямо даже уже осознаваю, что вылези, положи, уйди, займись чем-нибудь другим. Вот вчера я прямо угодил, зашел в Инстаграм, чего-то там надо было посмотреть. И, ну, меня сманил какой-то ролик. Вот знаете, там эти рилсы. И там так легко смотреть дальше. Вот ты его досмотрел и смотришь следующий. И это вот такие 20-секундные видосики. Я понял, что я просидел в них 40 минут. Что я там смотрел вообще? Ну, типа, вот просто всякая херня. Типа, знаешь, видео-мемы, прикольчики, что-то еще. Я вот чувствую, что я прямо падок на эту херню. Если я не буду ничего с собой делать, если я не возьму себя в руки и не введу в себя какую-то дисциплину, ну, я могу, наверное, сесть и просто вот до конца жизни в это залипнуть, пока я просто не умру там, самым там обосравшись, обоссавшись. Я тут от голода и от всего этого, от бессонницы. Ну, короче, это прямо воплощение бесконечной шутки. Рилсы в Инстаграме. Это еще по тебе мелкокалиберным, братан, бьют, потому что у меня там тайская порно-реклама. О, боже. И в Твиттере тоже. То есть они могут намного сильнее, чтобы ты понимал, да. Но из-за этого же, из-за этого ощущения запихивания в тебя информации, я стал очень гореть, когда кто-то ругает какой-то фильм или какую-то книгу или сериал со словами «затянуто». Вот я часто Вильяма пересматриваю, что угодно, потому что он, знаете, он пошел тебе пять минут поланы пустыни показывать. И я такой, блин, как хорошо, как мало информации в мои мозги за это время влили. Это то, что мне сейчас нужно. Я же для этого как раз, наверное, и оперы слушаю, потому что в операх ноль новой информации, потому что сюжет ты заранее прочитал, подготовился. Ты знаешь все, что там будет происходить. А то и оперу каждую там по пять раз уже слушал, значит, уже точно знаешь. Никаких сюрпризов не ожидается. И это вот три часа абсолютного нуля информации. Чистое удовольствие. Может быть, это вот так оно и работает? Ты знаешь, а вот я ходил на балет года полтора назад. И я прямо, я не знаю, как это получилось, но вот эти там два часа, они прямо очень быстро прошли. Очень быстро. Я даже не понял, как мне это было. Я так удивился, что я пришел и не стал испытывать скуки вот там с первых пяти минут. А как-то вот сидишь там с бинокликом туда, посмотрел сюда, ты как-то управляешь своим вниманием этим во всем. Вот балет я не люблю, не хожу. Ну, то есть иногда хожу, но чаще всего у меня получается так. Вот я там есть оперный театр, театр оперы и балета, где я никогда не был. Вот я буду в такой-то день там-то, а там как назло только балет и никакой оперы нормальной нет. Ну, тогда ладно, черт с вами, пойду на балет. Подожди, вот сейчас давай разобраться. Ты говоришь, что ну раз в пару месяцев сходить на оперу, да что в этом такого, да? Но подожди, но чтобы понять, на какую оперу сходить, это же надо еще тоже сколько угрохать, из-за того, чтобы в ней разбираться. Вот, например, я приеду в какую-нибудь Вену, и там надо будет мне сходить в оперу. Я приду, там список оперы, такой, так. Все не так. Куда идти? Какой сюжет мне прочитать? Значит, ты приедешь в Вену на какой-то период, там на три дня, или даже на неделю. Значит, в Вене два оперных театра. Один главный, а второй попроще, для рабочей молодежи, значит. Ну, там, когда создавался, для бедняков вот примерно, значит. Хорошо. Вот. Значит, у тебя первый выбор, куда идти? В том, который главный, билеты в три раза дороже. В том, который попроще, соответственно, дешевле. Дальше. Ты смотришь на свой календарь. Вот ты будешь там во вторник, среду, может оперы не быть. Обычно к концу недели они там, пятница, суббота, вот как люди по парам ходят, тогда же и в операх. То есть они не каждый день работают. И в итоге получается, что выбор у тебя очень небольшой. Там либо туда, либо сюда, вот разница в ценах, а больше ты ничего не успеваешь. Это же не то, что ты там живешь в городе, где у тебя оперный театр есть, и ты ходишь на все. Но на это тоже сложно, потому что дорого, черт возьми. Они там, билеты по 300-400 долларов запросто могут быть, если ты хочешь что-то видеть вообще и слышать. Ну вот не находишься. Поэтому большого выбора нет. Иногда бывает, что ты планируешь поездку под какую-то определенную оперу. То есть ты вот посмотрел заранее расписание сезона. Тут нужно понимать еще, что большинство оперных театров, таких самых больших, они работают не так, что вот у них есть репертуары, они ставят то одно, то другое. Вот типа как Мариинский театр, там то одна опера, то другая, то третья. Вот самые большие оперные театры такого себе не могут позволить, потому что они собирают звездные команды из самых лучших мировых исполнителей, а они не будут тебе 10 раз в течение сезона приезжать, чтобы это спеть. Поэтому в больших оперных театрах вот две недели или три недели идет одна опера почти каждый день, потом другая, потом третья. И в итоге за сезон там 6-7, ну 10 опер таких постановок будет. Но они идут каждый день. И в итоге ты знаешь, ага, ну вот я вижу, что там вот такая-то опера, которую мне хочется послушать, значит, в январе имеет смысл туда съездить. И уже подбираешь день под это и едешь, если у тебя получается. А в большинстве случаев у тебя сначала фиксируются даты поездки, а потом уже ты смотришь, что идет. Вот. И тут уже не до выбора. Вот что идет, на то и пойдешь, если хочешь. Вот давай, вот поделись впечатлениями про оперу, на которую ты ходил. Мне просто интересно, как это будет звучать. Как человек может вообще сформулировать отзыв на оперу? Мне даже в голову не приходит, типа, о чем можно здесь говорить. Есть замечательная книга, которую я лет 10, наверное, назад читал. Называется «Опера. Почувствуй себя ее знатоком». Мне нравится название уже. Тоненькая книжка. И он написал какой-то известный критик оперный, но она юмористическая. Я понял из названия. Она при этом потрясающе точно описывает вот этих вот ценителей оперы с их рецензиями. И там прямо прописаны формулировки, которыми нужно пользоваться для того, чтобы описать, сказать что-то вроде, что вот баритон сегодня не сыграл свою лучшую дотом. Вот что-то в таком духе. Вот там, например, про название опер, что вот оперы нельзя называть полностью. Их название нужно сокращать, потому что иначе подумают, что вы там неофит какой-то. Вы должны там на риг сходить. Не на регалетто, а на риг. Или трав, или труп. Вот такие какие-то. И там вот очень четко пародируются вот эти ценители оперы. На самом деле ты идешь, тебе там костюмы могут понравиться, могут не понравиться. Ты можешь там возмущаться, вот как сейчас любят возмущаться. Вот черная актриса играет там кого-то, значит, там Снегурочку, или кого она там играет, значит. В опере это было всегда. У тебя там по сюжету какая-нибудь 14-летняя девочка, а ее поет Матрона, которая 2,5 метра в диаметре, значит. И если она при этом прекрасно поет, а у них обычно хорошие голоса, то тебе вообще пофиг, ты от всего этого отвлекаешься. Мы вот оперные любители научились давно абстрагироваться от таких мелочей, как несоответствие внешнего образа и сюжета. И ты от этого получаешь удовольствие. Иногда не получаешь, иногда тебе не понравилось, тебя не заделай. Ну и раз вот так слушаешь, смотришь на это все, и не можешь оторваться, хотя оно там 5 часов идет, что-нибудь вагнеровское. И вот так и получаешь удовольствие потихоньку. А так как вот голоса оценивать, я не могу. Он, кстати, Вагнер как раз против такой вот того, что я сказал, очень активно выступал. Потому что для него было очень важно, чтобы все понимали смысл, они просто слушали голоса, потому что он вкладывал глубокую философию в свои оперы. А тут вот эти вот умники пришли там, колоратурное сопрано послушать, значит, и все, и ничего больше не надо. Нет, чтобы подумать о философии всего происходящего и сущего. Нет. Вот так что Вагнер боролся с этими любителями пения. Ну а ты, я так понимаю, что как бы и не за тем, и не за тем в полной мере. Не то, чтобы послушать голоса, не то, чтобы вникнуть философию, а просто само зрелище, даже не знаю, ну это-то не как кино, посмотрите, не как даже мюзикл. Очень похоже. Я мюзиклы, кстати, тоже очень люблю. А ты, кстати, Фил, ты не ходил никогда в оперу? На Тиффани шоу. Не ходил ни на балет, ни на оперка, на все. Я в детстве запомнил и перепутал цирк с театром, запомнил, что я ненавижу театр, хотя это был цирк. И как-то эта вся история мимо меня всю жизнь и проходила. Но я очень хочу увидеть балет, определенный, и на телеке. Мы все хотим. Цирк, вот наш такой вот в стиле советского цирка очень не нравится. А я когда-то был в Лас-Вегасе на цирк Дю Солей. И там несколько разных перфомансов я смотрел, и я был вот в таком восторге. Потом после этого я в Лас-Вегас возвращался и снова шел, потому что фантастически вообще шоу, интересное, приятное. Оно называется цирком, но, конечно, общего не очень много с тем цирком, который мы могли там в детстве где-то видеть. А это как-то, знаете, вообще мимо меня прошло из-за того, что это Иваново. И, в общем-то, у нас не то, чтобы такая культура была. Я вообще вживую почти ничего и не видел никогда. Ни концерты, ни цирк, ни театр, ничего. Вот не надо про Иваново. В Иванове довольно, кстати, есть прослойка людей, есть довольно большая культура хождения в театр. Типа у нас есть филармония, у нас есть музыкальный театр, у нас есть там драматический театр, короче, всякого. И даже народный всякий, молодежный и современный. Ну, дофига всего. И люди ходят постоянно. То есть он уже существует. После того, как ты меня прошло, видишь. Не в моем позыря было. В советских времен приятно... Ну, в смысле, это было принято. Каждый областной центр имел все необходимое с точки зрения культурного обслуживания. Поэтому, конечно, это все должно было быть. В какой-то момент я почему-то решил, что я хейтер театра. Вот в таком, знаешь, прямо в глобальном смысле. В какой-то момент я решил, что театр это... Ну, все. Хватит. Уже больше не надо. Есть все технологии для того, чтобы от него отказаться. Меня почему-то в какой-то момент начали раздражать вот условности старого искусства, которые сейчас стали как бы сами собой ценностью. Ну, вот как ты говоришь в опере, да? Что опера и да и балет тоже, в принципе, они построены на условностях сюжета. Есть сюжет, который ты должен знать. И какими-то отдаленными художественными средствами он там как бы полу намекается. Но, в принципе, иногда ты за ним, иногда частенько не за ним. То есть, я такой думаю, я сейчас сижу в кресле перед деревянной сценой, сзади которой стоят какие-то картонки, с которых висят тряпки. И передо мной бегают люди в каких-то непонятных плохо сшитых костюмах и делают вид, что переживают какие-то эмоции. Я такой, типа, что, мать его, вообще сейчас за абсурд здесь происходит? Почему я сижу в этом кресле и смотрю на это? Ты знаешь, иногда в какой-то момент именно осознание абсурда человеческой в целом культуры. Я ушел от этой мысли, конечно, давно, потому что, мне кажется, это дурацкая, радикальная, ничего не значащая борьба. Но, в целом, иногда задумываясь об условностях именно балета и оперы, такой, ну, странно же. Слушай, ты сказал вот вещь про хейтера, хейтерство, чего-то такого. Я бы хотел поговорить вообще о таком феномене хейтерства. И когда люди очень активно высказываются подробно, с аргументами про что-то, что им не нравится, и вот они ненавидят это, и вот они там тейки кидают и доказывают свою точку зрения, я сам к этому отношусь следующим образом. Я не могу сказать, что я что-то хейчу. Вот настолько, что я готов с пенной у рта отстаивать эту свою позицию и там, и во всем обвинять это. А как вы к этому относитесь? Или там у Фила можно спросить, почему ты, Фил, вот этим регулярно занимаешься? Чаще всего я этого смеиваю, а иногда я просто не замечаю. У меня есть шутка, которую никто никогда не понимает, это ненавидеть пельмени. Ну, или что-нибудь в этом роде. Берешь, пишешь твит, пельмени отстой, все, кто любят пельмени, тоже отстой, и те, кто их защищают, то же самое. Это очень смешно, потому что люди приходят на самом деле ненавидеть меня за то, что я ненавижу пельмени, или, ну, короче, вот это вот, именно что это феномен, ты правильно сказал, злиться на человека за то, что он ненавидит то, что нравится тебе, вы, ну, не заставляете друг друга есть это, или какой смысл любить майонез, или не знаю, вот на еде этот абсурд наиболее виден, а много где еще он не так очевиден, что это абсурд. Хороший пример, когда все что-то обсуждают, допустим, вот игра престолов, когда последний сезон шел, все говорили про игру престолов, а люди, которые не смотрели, они прямо злились на это, они такие, не надо про нее говорить, она плохая, мы ее не любим, я что, один здесь не люблю игру престолов? То есть их злило, что все любят то, что они не любят, и я думаю, ну, покопаться, наверное, это страх, но что ты не такой, как другие, что они, все остальные люди будут любить не то, что тебе нравится, и производить только не то, что тебе нравится, какой-то подсознательный страх, что общество тебя отвергнет, наверное, в этом дело. Ну, смотри, ты сам сказал, что вот ты пишешь, например, абсурдный хейт про пельмени, и тебе смешно от того, что люди приходят и всерьез начинают оскорбляться об ненависть пельменей, и типа смешно. Когда я шучу, я жду, что они придут, ну, типа, что они в какой-то момент перестанут это делать, что они придут и будут смеяться. Не называть это набросом, который я написал специально для того, чтобы все пересрались. Это не наброс, это вот, ну, смешно, что нас это может разозлить, но это не надо злиться. Но они всегда приходят и злятся. Ты просто видишь, я об этом буквально пару дней очень серьезно сломался так, прямо очень взгрустнул. Когда у меня тоже пришло вот это настроение, мне захотелось похулиганить в Твиттере. Ну, вот реально просто, вот иногда хочется похулиганить. Я похулиганил, я пошел реально хулиганить. Я просто чувствовал себя вот таким вот шкет, шкаляр такой, знаешь, пришел стекло в школе разбить. И вот я такой пишу, например, вот там музыка техно, это и понесся по-моему. И мне было смешно, мне было смешно, прямо целый день приходили люди, которые всерьез начинают мне говорить, какой я тупой, какой я там недоразвитый и недалекий, что я могу вот хейтить что-то. Конкретное. И мне было смешно, а потом мне как стало стрёмно. Вот именно из-за этого, из-за того, что ты вот этот абсурд поддерживаешь, что тебе смешно от того, что хейт разошелся дальше, что хейт начатый в шутку превратился в настоящий, а тебе смешно от этого. Да как это могло так произойти? Шутка перестала быть шуткой. Ха-ха-ха. А мне что-то так не смешно стало. Я такой, чем я мать вашу занят? Чего я такое тварию? Зачем я это написал? Я же даже не знаю, что такое техно. Ну типа включи меня, я не буду знать, что это техно. Зачем я вообще это сделал? Зачем я продолжил ссориться с людьми, которые пришли мне что-то доказывать? Слушай, гораздо смешнее, когда тебя отменяли за букву Ё. И с буквы Ё тоже самое. Ну типа, ну господи, ну буква Ё. Ну вот прикольно, что в моем имени есть буква Ё, а я против нее воюю. А иногда, ну человек тебя не знает, он впервые вообще видит. Он вот тут впервые видит лентит вид какого-то дурака, который чего-то пишет странное, хейтерское. Он не знает, какой у тебя голос, он не знает, с какой интонации ты это писал. Он не знает, может ты на самом деле дурак, который что-то хейтит. И он тебе говорит, ты что, дурак? А ты такой, ха-ха-ха, я тебя затроллил. Он такой, в смысле затроллил? Херню написал просто. И теперь еще одну херню написал. Зачем ты это делаешь? И я вот такой, типа, зачем я это делаю? Я пошел все, удалил такой, пожалуйста, пожалуйста, мозг, не возвращай меня в это состояние, в котором мне хочется просто херню нахулиганить. Я больше не хочу. Форма социального энгейджмента, получается, которая, ну, приводит часто, в том числе, и к негативным последствиям до собственного самоощущения. Я, например, очень редко отвечаю кому-то, кого я не знаю. То есть, вот там случайно увидел твит и ответил на него, вот я очень редко этим занимаюсь. То есть, я могу писать такого рода твиты, но я там уже обычно не участвую в дискуссиях последующих. Я сразу... Ну, иногда бывает так, что что-то прозвучало, даже я не хотел это, чтобы оно вот так вот там расходилось. Оно расходится, но это сразу мьючу, и в дискуссии не вступаю. Вот. А вступать в дискуссии чужие, ну, мне тоже не очень нравится. У меня это, наверное, это какая-то непоследовательность такая есть. Вот я ничего не хейчу. Мне все нравится, и я не могу там придумать миллион аргументов против чего-то, потому что, ну, мне с одной стороны пофиг, неохота этим заниматься, а с другой стороны и нету какой-то такой четкой позиции, очевидной, и понятной, которую я готов был бы продвигать. Я вот смотрю на разные стороны и думаю, ну, вот тут вот этот прав, тут вот этот прав, а в целом пофиг, идите вы, я пойду книжку почитаю. Ну, для чего у тебя вот это есть? Ну, ты тоже любитель похулиганить в Твиттере? Ну, хулиганишь же частенько. Ну, там твит украдешь какой-нибудь абсолютно тоже дурацкий, или сам напишешь что-нибудь такое сверхироничное, вот прям сверхироничное, что, ну, кучу людей могут сочетать как-то настоящую, как бы, ты что, ты искренне говоришь? Да, вегетарианцами пошутить. Ну, здесь, конечно, сам Бог велел, но, но, да. Грешин. Ну, то, что ты грешен, это мы поняли, а вот, ну, для чего ты для себя, ты как-то пытался, зачем я это делаю вообще? Не знаю, это, конечно, форма развлечения такая, она, наверное, не очень адекватная, и правильнее было бы там, пойти на пляж покупаться, ну, как-то так получается проще. С другой стороны, я думаю, что я кого-то все-таки тоже развлекаю этим. Такая социальная миссия, развлечение других людей. То есть, кто-то, конечно, оскорбляется, обижается, начинает спорить, а кто-то и прикалывается, и получает удовольствие, и это тоже неплохо. Кстати, я вот получаю удовольствие, да. Мне это смешно, я люблю, когда кто-то вот, я люблю, когда Фил начинает этой херней заниматься, вот сам я прямо себя чувствую херово, когда я начинаю набрасывать на пустяки, а когда Фил там пишет, все москвичи там, вот, и понеслось, я сижу, я просто хохочу вообще, или, не знаю, там, на Леваков, на Либерах, на Хинкале, там, на что-нибудь еще, на Пельмени я сижу, хохочу. Я прикалываю, что я иногда шуточно шучу про Леваков, ну, типа, пародирую тех, кто, знаете, все время воюет с Леваками, и меня куча либерторианцев ретвитит. Сука. Знаете, такая дискуссия, на самом деле, похожа очень на, типа, нужен черный юмор или нет. Черный юмор причиняет урон людям. Ну, черная комедия, но, и при этом же она смешная, мы понимаем, почему мы черно шутим, и, в общем-то, у меня даже ответ на это есть, ну, типа, в правильном месте, в правильное время, наверное, когда ты выступаешь с речью на чьих-то похоронах, наверное, это не лучшее место, чтобы черно пошутить. А когда ты сидишь с друзьями у себя дома, и ты про чьи-то чужие похороны решил жутко смешно пошутить, то это будет хорошей идеей. А с соцсетями проблема в том, что ты как бы не выбираешь кому-то, и когда это говоришь, кто и когда это услышит, и в каком контексте воспримет, и как поймет. Но при этом жить в мире, где нельзя шутить, где нельзя шутить из соображений, что кого-то это может задеть, очень важно разделять, когда ты шутишь специально, чтобы задеть, чтобы принести урон, не для того, чтобы посмеяться, а именно суть. Шутка пошучена с мотивом, чтобы сделать плохо, вот это говно. Но когда тебе нельзя шутить, потому что кто-то может обидеться, а твой мотив действительно посмеяться, это не очень хорошо. И жить в мире, где это везде будет запрещено, я не хочу. Видишь, какой у меня интересный получился кейс вот для изучения? В том, что как бы я, пошутив черно, стрёмно, обидел сам себя. То есть я побывал с обеих сторон баррикад этой шутки. Я и человек, который пошутил, как бы вроде надо было развлечься и развлечь. И я вроде тот же самый человек, который как бы испытал кучу негатива из-за этого, сам от себя. И я такой вроде, и я тот человек, который взял и удалил вот эти шутки в том состоянии, вот обиженный сам на себя. Ну, слушай, ты про, ну, с черными шутками тоже иногда даже вот про свою личную трагедию возьмешь, да и пошутишь вслух. Бывает, что ты плохо пошутил про себя, там, про своих близких, с которыми что-то произошло и посмеялся, а потом помнишь, как ты над этим посмеялся и ненавидишь себя за это. Давайте обсудим кейс вот с этой девушкой, правозащитницей, которая там про геноцид комаров в лесу написала и геноцид туалетной бумаги. в магазине, а ее потом уволили. Ну, она протестовала против термина геноцид украинского народа или геноцид украинцев, и вот такие параллели привела. Вроде как, тоже пошутила, что нельзя применять ситуации термин геноцид ни там, ни там, ни там. Вот шутка, вроде как, которая огромное количество людей оскорбила, привела к увольнению там и так далее. Вот что вы думаете про это? Ой, думаю, что не то место и не то время для такой шутки. Ну, то есть все-таки бывает, что вот так вот на широкую публику чего-то лучше не шутить. Да, конечно, бывает, не спорю. Мой пойнт был скорее в том, что ты не можешь понять, не всегда можешь понять. Вот здесь, вот здесь очевидно, вот здесь заранее можно было знать, понять, что ты причинишь огромному количеству людей большую боль, и это будет проблемой. Когда ты шутишь, у себя в Твиттере про москвичей или букву ЙО, ну, это не причинит боль, это разозлит. И это не связано с какими-то трагедиями произошли прямо сейчас. Который, например, я не знаю, в день теракта в Беслане бы что-то про смерть пошутил, это бы причинило страшную боль людям, настоящим людям, которые переживают трагедию прямо сейчас, огромную боль. Как бы, я не про случай, когда кто-то ущемился или оскорбился, я про случай, когда человеку нанесена боль, то есть, это плохо. Повторюсь, я не представляю себе, как журналисты живут вообще и правозащитники, потому что они будут получать претензии, предъявы и замечания к их работе постоянно, а благодарности получать не будут и выгорают, и при этом, я уверен, что внутри своей среды очень-очень-очень черно шутят. Кейс старый, когда, господи, основатель Медузы за задницу сотрудницу шлепнул, и, короче, и когда он объяснял, почему, он говорил, что это черный юмор, который вот у них, типа, в их журналистской среде, что это журналисты Медузы, они очень сильно топят за права женщины, как бы я понимаю, в чем здесь шутка. Я не могу, к сожалению, пошутить так на подкасте, но, Тем, ты знаешь, как иногда я здороваюсь с людьми и почему я считаю это безумно смешным. Знаю. Но шутить так на подкасте это причинять дэмэдж, и поэтому здесь этого делать нельзя. Вот смотри, как вам такой кейс, что вот я, ну, абсолютно согласен, да, нельзя шутить шутки, которые намерен, ну, прям могут причинить очень сильную боль, которые причинят боли намного больше, чем принесут смеха. Но, но, после но начинается всегда какая-нибудь сраная чушь, да, которая людей не красит вообще. Я вот, я не знаю, как это правильно сформулировать, но очень много шуток приносят боль людям, точнее даже не боль, а они задевают людей, которые думают, что эта шутка принесла кому-то боль, и за это наказывают человека. То есть, они не знают, они не видели, кому это принесла боль, ну, то есть, они не знают точно, сколько человек оскорбился об эту шутку, сколько об нее может оскорбиться, и реально ли они об нее оскорбятся, или реально ли она принесет им ту самую боль, про которую они говорят. Но они именно считают, что они знают, что эта шутка принесет кому-то боль, и поэтому они становятся главными жертвами этой шутки, то есть, вернее, не жертвами, а борцами с этой шуткой, и начинают с ней бороться. И поэтому, как бы, я не верю, что это увольнение, например, было из-за того, что вот в редакции посчитали, что она нанесла кому-то боль. Я думаю, что в редакции посчитали, что она разозлила людей, которые вносили кому-то боль, и эта злость этих людей приносит слишком много вреда редакции. И поэтому ее уволили, чтобы люди успокоились. И это все, понимаешь? И когда я вижу разговоры о боли, мне они кажутся нечестными. И мне вот, типа, ну, то есть, я не знаю, если бы пришел человек, который сказал, что реально, вы что, издеваетесь? Ну, типа, блядь, мне больно, вы охуели? А пришли люди, которые злые, говорят, ты знаешь, кое-кому от этого больно, и мы тебя сейчас за это побьем. Ну, такое я... Я не знаю, мне все в этой ситуации начинают казаться козлами. Абсолютно все. Кто пошутил, кто уволил, кто оскорбился. Я начинаю всех не понимать, короче. Не верить им. Вообще, я к этому, наверное, готов присоединиться. Это я понимаю, о чем ты говоришь. И, ну, опять же, это вот ситуация, в которой действительно все неправы. И это часто такое бывает. Но, может быть, это и ситуация, где и у всех просто нет другой возможности отреагировать. То есть, у них нет хороших выходов. То есть, просто не заметить это тоже нельзя. Заметить можно вот так. А какие-то там менее жесткие решения, чем увольнение, тоже могут иметь там плохие последствия. Короче, это вот дэмэдж-контрол тяжелая вещь здесь получается. То есть, его пытаются применять. Но понятно, что это ситуация, в которой все ходы плохие. Ну, понимаешь, вот в этом весь прикол, что ее увольнять не для того, чтобы людям, которым принесена реальная боль, стало легче. Это все происходит для того, чтобы успокоились разозленные люди, которые думают, что кому-то нанесена боль. В начале сказал, что все эти скандалы и так далее и так всегда были, и они были пустяками. Но сейчас они прилеплены к огромной и жутко важной для всех вещи. И, грубо говоря, два года назад публичный человек с какой угодно позицией неправильно произносил бы «вэй» или «на», или «беларусь», или «беларусь». И это был пустяк. А сейчас вдруг огромное количество пустяков потенциально, именно потенциально стало безумно важным. Потенциально очень многим людям может стать больно. Может стать. Ты говоришь про неискренность, когда люди приходят и говорят, им точно стало, да, но мы не знаем. Ну да, дэмэдж-контрол, всем плохо, все решения плохие, потому что обстоятельства, в которые мы как общество угодили, очень-очень плохие. И люди будут страдать за то, что не так что-то сказали, их не так поняли, а другие люди сейчас страдают из-за того, что они оказались в городе, на который бомбы забросили. И все это, каждая часть этой цепочки, она страшно несправедливая, потому что мы оказались в несправедливое место, в несправедливом времени все вместе. Ну я точно знаю, что если бы я пошутил сам про геносит комаров или геносит туалетной бумаги, я бы сдох со стыда через час. Как бы меня отпустил, я бы хоть что-то первую реакцию видел, я бы сдох просто от стыда. Я бы такой, типа, ты какого хуя творишь, черт, что ты написал вообще? Ну там, кстати, ситуация была не такая совсем, она упорствовала, и дальнейшие твиты подтверждали, что, в общем, все правильно с ней сделали. Но тут есть другой момент. Человек отстаивает ведь не какое-то мнение частное, он отстаивает какое-то определение юридическое, там заложенное где-то. И я вот недавно в разговоре с одним другом неожиданно понял, что вот тут тоже не все очевидно. То есть почему, например, люди могут быть не готовы говорить в Украине или Беларусь, или в ситуации с геноцидом применять по определению или не применять по определению этот термин. Значит, оказывается, некоторым людям отходить от правил безумно тяжело. Вот если у них в голове заложены правила, как нужно говорить, пользуясь определениями строго по словарям, то это может быть насилием над личностью, требование к ним говорить как-то иначе. Вот мне тяжело переходить улицу на красный свет, когда нет машин. Это просто тяжело. Вот я делаю шаг, и я понимаю, вот мне прямо неприятно это делать, а через себя переступаю, я себе создаю некомфортное. И это не то, что как-то вот легко так дается. Нет, вот я чувствую, что я нарушаю правила, и мне от этого некомфортно. И точно так же и людям, которым нарушать правила, заложенные в них очень давно, некомфортно. И это просто некое психическое состояние. Исследование определением – это комфортный путь, а нарушение этих определений – это некомфортный путь. И вполне возможно, что это просто форма какого-то психического существования людей. Вполне возможно. Ну, типа я допускаю. Но знаешь, что мой самый, один из самых больших страхов от современности, от современной этики в том, что появилось очень много злых, плохих людей, реально злых, плохих людей, с плохими намерениями, которые берут риторику жертвы, современную, высмеивая ее, навешивают ее на себя, и навесив ее на себя, используют ее как оружие еще более мощное. То есть человек, который хочет говорить какие-то плохие вещи, потому что ему нравится, например, оскорблять людей, он говорит себе, психологическое устройство мое такое, что как бы вы не имеете права меня критиковать за то, что вот такое, вы этим меня оскорбляете, раните мою ранимую душу. Нет у него никакой ранимой души. Он эту риторику использует для того, чтобы бить еще сильнее. Я не говорю, что все это так, но таких людей очень много, которые используют вот эту современную повесточку и типа, давайте я ее выверну с ног на голову и переверну, выверну наизнанку и буду вас ехали стать еще больнее вашим же оружием. Как и в случае с обидевшимися на шутку про геноцид, да, вопрос в искренности, что ты, у тебя есть люди, которые врут, что их задело, и есть люди, которые их задело. И ты выбираешь либо одним позволить врать, либо другим не причинять боль, потому что решать тебе надо сразу на всех. Добавлю, что люди, которые натягивают на себя современную этику, чтобы защищаться ей, хотя они не такие, потихонечку в это дело втягиваются. Так что это, возможно, не так уж и плохо. То есть втягиваются. Ну, то есть если консерваторы, домостройщики и так далее начинают использовать риторику либерах, чтобы защищаться от либерах, они сами не замечают, как начинают в это верить и действовать так же. Так что это часть... Как оптимистично, как оптимистично, надо же. Да, по себе замечаю, братан. Так а ты кем становишься? Не знаю. Ну, то есть я точно все, весь, все взросление с консервативных в либеральные ценности переквалифицируюсь культурно. То есть если там в девятом классе я расхаживал, что мы должны сжигать геев, то сейчас для меня это абсолютно безумные вещи, которые, за которые мне, типа, с которыми вообще никак не хочу ассоциироваться. То есть в этом плане я левею сильно с возрастом дальше и дальше. А во всяких остальных, политических, экономических, тут все очень сложно. Слава богу, я тупой айтишник, и от меня ничего не зависит. Мне кажется, Фил, теперь традиционная концовка нашего подкаста, это стало то, как мы мучаемся, чем заменить последний вопрос. Мы можем теперь не спрашивать, зачем жить, мы можем спрашивать, оскорбительно ли, по-твоему, спрашивать, зачем жить. Интересно ли вообще тебе думать о том, зачем жить? Нет, мне неинтересно про это думать. Мне кажется, что вот живешь и ладно, получаешь удовольствие, работаешь тоже, получаешь от этого удовольствие, читаешь книжки, ходишь в оперу и как бы и хорошо. Я думаю, что попытка как-то серьезно определить смысл своей жизни, она порочна. Она как бы делает из тебя что-то большее, чем ты на самом деле должен являться. То есть ты там вот какой-нибудь там... Прецензиозная, да? Прецензиозная абсолютно, да. То есть ты там бог, царь, герой, который вот что-то должен там пофиксить. Нет, я вот ничего такого за собой не вижу и слава богу, я ничего не вижу. И поэтому у меня просто смысл жизни в том, чтобы вот жить и все, работать и получать удовольствие. Больше ничего не надо. Ну, я тоже все прихожу к тому, что живется и живется. И слава богу, живется. Не поймался на ощущение, что если я умру сейчас, то я буду доволен. Ну, не в том смысле, что я буду рад, что я умру, а в смысле мне, в общем-то, нравится, как я прожил ту часть жизни, которую я прожил. И это хорошее ощущение. Так я тебе всегда на это говорю, а что ты теряешься-то, чего ты? Так где я тебя? Чего я теряюсь? Так тебя пашка будет уже, не важно. Заманчиво, да, заманчиво. Чертяк, а? Не знаю, Виталий, посоветуй мне, что ли, книжку какую-нибудь, которая вот мне сломает сейчас мой читательский блок. Я вообще вот в последнее время читал всякую американскую классику, и не то, чтобы я в восторге, но это как вот часть ликвидации безграмотности всякого там, Олкнера там, все такое. Я просто думаю, ну надо же как-то вот прочитать, а то почему бы и нет. Но сказать, что я прямо в абсолютном восторге, я тоже не могу. Так что нет, не знаю, не находил ничего такого, что может прямо вот крутым быть. Я помню, кстати говоря, у меня в планах прочитать свежую Янагихару. Все, пока до нее не доберусь. Там что-то про рай, какое-то такое название, я не помню точно. Относительно недавно вышло, по-моему, на русском. А тебе «Маленькая жизнь» понравилась, что ли? Да, потому что мне «Маленькая жизнь» очень сильно понравилась. Большое впечатление я произвела, поэтому... С другой стороны, это опасно вот у писателей читать что-то после того, как что-то безумно понравилось, потому что вот, не дай бог, будет что-то не так, и расстроишься. Но я не расстроюсь, мне будет пофиг, поэтому нормально. Ну вот, надо прочитать. Ты вообще расстраиваешься из-за чего-нибудь? У тебя такое ощущение, что нет в мире вещи, которые тебя прямо может, знаешь, внутренне именно расстроить, что какой-то твой внутренний стержень взять и пошатнуть. Что тебе станет как-то вот... Блин, да, отстой. Ну, я думаю, что никто про это не узнает. Хорошо. Это блестящий скилл. Мне его очень не хватает, потому что это мой долг. Ну, то есть, когда у тебя семья, на самом деле перед детьми обязан быть вот таким человеком, которого ничего не расстраивает. Ты обязан, это твоя задача. Если ты не умеешь этого делать, будет плохо. Я такой, умею, 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 бам, дверь сломал. Сломал дверь, блин. Я думаю, что в этом тоже и проблемы есть, на самом деле. Ну, вот это классическое, что сначала все хорошо, все хорошо, все хорошо, а потом инфаркт 40 лет. Вот. Ну, я жду пока своего инфаркта. Вы знаете что? Я считаю, что справляться с внутренними сложностями нужно также внутри, с помощью каких-то методов типа абстрагирования от этого всего. И вот сказать, что я по какому-то поводу долго внутренне страдал, я не могу, к счастью. То есть я пытаюсь... Понятно, что происходят тяжелые ситуации. Понятно, что происходит что-то, что очень сильно ранит. Но можно, наверное... Ну, мне, по крайней мере, получалось от этого довольно быстро уходить. Может быть, это какая-то толстокожность, не знаю. Может быть, что-то... Но вот сказать, что я вот все скрываю, там, на самом деле, долго испытываю боль, я не могу. Может быть, мне везло просто. Может, я везунчик. Я вот с вами разговариваю, а думаю, на самом деле, о том, что у вас это постоянная тема, что мне сейчас нужно ехать и забирать свой паспорт новенький. Вот. Класс. Да, это точно везунчик. Паспорт – хорошая вещь. Но в целом я поддерживаю идею, что не то чтобы внутренне, когда ты заставляешь себя, умеешь работать над собой так, чтобы полегче ко всему относиться, даже внешне, ты внутренне начинаешь полегче ко всему относиться. И абсолютно точно огромное количество проблем – это проблемы из-за того, что ты смотришь на них как на проблемы. И вот это вот одухотворенные люди, которые рассказывают, что все беды вот здесь, они, в общем-то, в большинстве случаев правы. И на днях мы с партнером были в самой отвратительной ситуации в своей жизни, если вот смотреть не личные трагедии, а деловые, просто вообще вот в отвратительной, глубочайшей, страшной яме, из которой невозможно было выбраться. Ну, нам казалось. И просто в какой-то день мы проснулись воодушевленные, и все буквально за 8 часов взяли и все раскидали. И оказалось, что все, нет никакого света, ничего сделать нельзя, осталось только прятаться от сообщений, которые тебе пишут, и умирать. А просто посыпаешься в хорошем настроении, бам-бам-бам-бам-бам-бам, все. И вообще страдать по вещам, которые, знаете, трагедия произошла, допустим, даже не страшная, но личная какая-то трагедия. Не знаю, влюбленность или что-то такое. Это, конечно, трагедия. Неразделенная я имею в виду. Что это выбор. Ты выбираешь, копаться в своих страданиях или как-то дальше пройти. То есть ты можешь на это повлиять. Это не просто какая-то немезида, которая над тобой висит, из которой ничего нельзя сделать. Ты можешь концентрироваться на том, как тебе плохо, а можешь стараться жить дальше, находить хорошее в другом, и это действительно, на это можно повлиять. Просто тоже не вот так. Если тебе вдруг повезло, что ты с детства такой, что ты с детства умеешь легко принимать и искать хорошее и так далее, да, ты вытащил счастливый билет в этой жизни, потому что проживешь ты ее гораздо счастливее, чем другие люди. Вот я поэтому и живу такую счастливую жизнь. Это замечательно, я считаю. Круто. Преподавателей надо учиться, я думаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...